На любовь, на бою, на любую! Красный свет как цвет опасности, в данном случае психологической. В Михайловском районе прошла премьера спектакля «Чудная баба». И это совсем не о женских причудах. Девиз пьесы – истерия по пандемии. О человеке загнанном мыслями и метаниями. Понимаю! Сечешь, нет! Давай! Давай, догоняй! Сверхзадача спектакля заключалась в том, что нужно жить, нужно оценить все мелочи жизни. Нужно протянуть руку человеку, своему другу сказать. Слушай, ты сегодня классно выглядишь, ты сегодня самый лучший. А мы как-то спешим, знаете, как кони на бегах. Вот они бегут, и у них шоры. «Чудная баба» – по мысли режиссера образ всемирного зла, которая должна поймать главная героиня с символическим именем «Любовь». Поймать и осознать, что жить можно по-другому. Такие сложные чувства со сцены передают актеры-самородки. Что-то внутреннее сумасшедшее, что-то вырывается из груди. То, что когда-то там давно сидело-сидело, а потом оно вырывается. Такие эмоции сумасшедшие. Когда бывает, теряешь людей, близких. А оно вот здесь вот комом стоит, а тут там и все вырвалось. Сцена тоже своего рода терапия. Влюбленных в театр артистов здесь больше двух десятков. Актерам такого театра, с одной стороны, быть и легко, и одновременно, и трудно. Трудно почему? Потому что у нас нет образования соответствующего. То есть мы, как говорится, кто-то работяга, предприниматель, у нас плотники есть, и электрики, и пожарники, и участковые, и разные люди. А легко, потому что у нас коллектив очень дружный. То есть мы любим свое дело, и с легкостью это выполняем. Это наше любимое занятие, как хобби. Анатолий – воспитатель детского сада. Возможно, поэтому ему проще выдавать эмоции. Зрители – те же дети. Александр Столлер. И здесь он актер, и тот, кто обеспечивает труппу реквизитом. Считает, что бутафория для полного погружения не подходит. Вот это вот мы делали, реконструкция была в 17-м году, на День Победы. Мы делали 45-ку, она, кстати, действующая, она стреляет у нас. Она один в один. Ну, естественно, она не из металла, сделана из боли, но сам ствол, все и так далее. И все так же, как вот трехлинейка, все, она тоже стреляющая у нас. Она, то есть, заряжается, стреляет, но только, естественно, стреляет не патронами, а капсулями. Бывало, что делали даже настоящие рапиры и сабли, но в этом спектакле главным было, пожалуй, состояние. Сами артисты говорят, что спектакль «Абсурд» – чудная баба, для них новый опыт. И, судя по примере, зрители оценили эксперимент на злобу дня. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком.